Сейчас мы находимся на улице Перековска и здесь у Центра туризма в самом разгаре первенство России по ледолазанию. Юноши и девушки возрастом с 11 до 18 лет состязаются в двух дисциплинах. Это скорость и трудность. Я поясню в чем разница. Вот этот 17-метровый ледодром для дисциплины скорость. Он на всей протяженности трассы равномерная, одинаковая. Ее нужно пролезть за как можно более короткое время. А вот здесь колодром для дисциплины трудность и здесь времени важно. Каждому участнику дается 4 минуты и за это время он должен пройти как можно выше, пролезть как можно дальше. На самом деле трассы довольно сложные и не факт, что спортсмен может все из них пройти. Даже если он дойдет до самого конца и другой участник тоже дойдет до самого конца, то обоих тогда уже помещают на другую трассу. Ну и там уже кто-то пойдет не до конца, потому что трасса довольно сложная. Обычно такие состязания длятся 2 дня, но в этот раз Тюмень принимает соревнования, которые длятся целых 4 дня. И вот что об этом сказал президент Федерации альпинизма. Мы впервые проводим сразу 3 старта. У нас рекордное количество людей, 140 человек. Это 9 часов работы нон-стоп. Получается каждый день 4 дня. А в чем схема-то необычная? Почему раньше такого не делали? Ну, видите, чтобы столько людей пригласить, нужно очень мощную судейскую бригаду. Сейчас она у нас уже есть, и мы поэтому можем позволить себе даже, ну, наверное, даже 4 старта провести за раз. Но пока нам не дают этого. Ну, возможно, в следующем году такое и будет. Я добавлю, что сегодня, еще после обеда, будут состязаться ребята в дисциплине скорость. Но, опять же, уже сейчас начали съезжаться в Тюмень взрослые спортсмены со всей страны. Они будут состязаться за Кубок Мира. И скажу, что это третий заключающий этап, замыкающий этап всего Кубка России. И вот буквально на этих выходных станет известно, кто будет его обладателем.